Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка и у нас очередной мукбанг! Сегодня у нас салат. Возможно, вы подумаете, что это селедка под шубой. На самом деле нет, это салат Чингисхан. Рецепт на него будет внизу в описании. Конечно, внешне он похож, но... Алло! Привет! Монахная есть? Извиняюсь, продолжаем. В общем, это салат Чингисхан. Рецепт на него я обязательно оставлю в инфобоксе. Он внешне напоминает, возможно, чем-то... А селедку под шубой очень даже напоминает, но на вкус это совершенно другое. Вот здесь даже вот в разрезе хотела вам показать. Дальше у нас здесь шаурма и морковный сок. Буду пробовать впервые. Морковный сок. Как-то мне не очень, поэтому я приготовила еще и здесь воду. И давайте приступим. Вчера у меня был очень странный день. Такой у меня впервые в жизни, я вам так скажу. Я пришла со спортзалом. Просто легла полежать. Время где-то было 3 часа. Я легла спать. Мне позвонили в 6. Я проснулась. Потом опять легла спать. до 12. В 12 проснулась. Пошла покушала. Обожралась. И опять легла спать. А сегодня я проснулась в 10. То есть я просто поспала около 20 часов. Прикиньте. Ну, чуть меньше 20. Но это очень много. И вот утром я проснулась. У меня было такое ощущение, что я не выспалась. Принесла новую вилку. Говорят, что когда вилка падает, это к гостям. В общем, я была сама от себя в шоке. Как такое возможно? После спорта прям у меня болело тело. Возможно, из-за этого. Я, кстати, увидела комментарии вчера. Одна девушка пишет. Айка, как ты быстро переобулась? Раньше ты говорила, что спорт не нужен. И так далее. Что ты ненавидишь спорт. А тут резко полюбила. Во-первых, я никогда не говорила, что спорт это плохо. Что я его ненавижу и так далее. Просто мне всегда была лень. Но жизнь идет. Мы с вами меняемся. Наши взгляды на жизнь меняются. В нашей жизни что-то меняется. Мы хотим стать лучше. Ну так, чтобы прям... Я говорила в видео, что спорт это плохо. Не занимайтесь спортом. Обжирайтесь. Набирайте килограммы. Такого не было. Никогда не было. Возможно, вы меня путаете с кем-то другим. Хотя я не знаю, кто может такое сказать. Потому что мой взгляд это элементарно. Я не знаю, вам рассказывала или нет. Предпоследний раз, когда я была на спорте, там у нас есть уборщица. И он так посмотрел на меня. И с таким жалостливым выражением лица говорит мне. Дорогая моя, я понимаю, сюда ходят девушки с лишним весом. Да ты же худая. Зачем тебе этот спорт нужен? Почему там... Вот моя подруга тоже говорит. Зачем тебе ходить на спорт? Не знаю, какие-то незнакомые люди. Я говорю, так у меня цель не похудеть. Я просто хочу набрать мышечную массу. Я, кстати, похудела. Хотя я не хочу худеть абсолютно. Я похудела на 3 килограмма. Это прям видно по мне. Кроме мукбангов, я стараюсь питаться по диете. А по диете это все такое невкусное. Я чуть-чуть ем, сразу наедаюсь. Поэтому, к сожалению, так получается, что я худею. Но я буду с этим обязательно бороться, потому что худоба мне совершенно не идет. От слова совсем. Когда я худею, мне кажется, просто огромный нос. Грудь, попа, ничего не остается. Шаурма очень вкусна. Я почему-то раньше себе представляла, что в спортзале все такие идеальные. Вот как в инстаграме. А сейчас вот хожу, смотрю, очень много людей с лишним весом, каких-то подростков. И это круто, что люди занимаются собой. Я не переобулась ни в коем случае. Ну вот честно скажу вам, я смотрю свои старые видео, и мне в какой-то степени даже стыдно за них. За свои взгляды на жизнь, за свои некоторые высказывания. То есть мы меняемся. просто, например, возьмите себя 10 лет назад и сейчас. Вот как поменялось ваше мышление. У меня то же самое. То есть со временем все меняется. Приоритеты в жизни меняются. Например, когда я училась на втором курсе, мне было безумно интересно, круто ходить в разные заведения, сидеть там в разных ресторанах. Мне настолько это нравилось фотографироваться, выставлять в инстаграм. Мне это нравилось реально. А сейчас я стараюсь больше времени проводить с семьей. Стала уже пожилой, наверное. Сейчас, прежде чем, например, что-то купить, я сто раз думаю, надо мне, не надо. Стоит, не стоит. Кстати, насчет покупок. У меня рекорд. Я около двух месяцев не покупаю ничего ненужного. Не покупаю мусор. Я просто в прошлом году настолько много летних вещей купила, у меня просто шкаф ломится. или на днях обязательно буду делать разбор гардероба. Что-то выброшу, что-то отдам. например, около двух лет я не покупаю ненужную декоративную косметику. для меня это просто достижение. Знаете, почему? Я перестала смотреть бьюти-блогер. Некоторые говорят, вот я смотрю бьюти-блогеров, делаю себе выводы и не покупаю. У меня такого нету. Если я смотрю какую-то распаковку, обзор на какую-то косметику, мне так хочется это купить. если еще блогер скажет, что на эту позицию какие-то супер бешеные скидки, мозг выключается и он включается только в тот момент, когда уже заказ сделал. Единственное, что я купила за последнее время, я сделала заказ с Шейном. Там спортивный костюм спортивные леггинсы. Взяла себе такой пояс, сумку. В общем, вы видите в распаковке. Но сумку я уже пожалела, что я взяла. Я думала, я ее буду таскать на тренировке. А теперь я понимаю, что в эту сумку ничего не поместится. Кто ж, надо с собой полотенце взять, обувь, форму, там гель для душа, воду, наушники, телефон. В общем, все-все-все, когда складываешь, в эту малюсенькую сумку ничего не помещается. Особенно полотенце огромное. Я поела, было очень вкусно, обалденный просто салатик. Рецепт я вам обязательно оставлю. Переходите, смотрите. А с вами была Айка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok